Актер Сергей Колтаков скончался в возрасте 64 лет после тяжелой болезни, сообщают журналисты со ссылкой на режиссера Григория Константинопольского. За три недели до смерти Колтаков снимался в новом фильме «Константинопольского». Сергей Михайлович снимался у меня в двух фильмах «Пьяная фирма» и «Сейчас вот только что мы с ним закончили работать». 18 августа у меня был последний съемочный день в «Мертвых душах». Великий артист, большой, потрясающий поэт. По словам режиссера, уже во время съемок Сергей Колтаков чувствовал себя плохо, однако сохранял веселый настрой. Константинопольский вспоминает. Они познакомились в 1989 году на съемках фильма «Утолимые печали». Он был человек бесстрашный, свободный, ярко жил. Напомню, Сергей Колтаков дебютировал в кино в 1981 году в фильме Глеба Панфилова «Валентина». Сергей Михайлович был закрытым человеком, а его жизни вне экрана и сцены известно крайне мало. В интервью актер рассказывал, что его по молодости был заложником неразделенной любви, которая раскрыла в нем талант поэта. И добавлял, что никогда не пользовался успехом у противоположного пола. Сергей Колтаков родился 10 декабря 1955 года в Барнауле. Как он сам рассказывал в интервью, в середине 70-х посетил буквально несколько занятий в Саратовском театральном училище на актерском факультете. Но его не устроила нелепость озвученных преподавателем заданий. Поэтому позже будущий актер перебрался в Москву. В 1979 году окончил актерский факультет Государственного института театрального искусства имени Луначарского. Если тебе нравится актер, то поставь лайк. Чтобы быть в курсе новостей, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Услышимся! Продолжение следует...